МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Снег и лёд против лопаты и песка. Как проходит уборка городских улиц зимой? Почему новые лифты не работают? Обеспокоенные граждане обращаются в рубрику Городской дозор. Молодёжная политика и дети. Активисты городского клуба старшеклассников встретились с членами Молодёжного совета при главе города. Далее расскажем обо всём подробно. Самая массовая и жестокая война в истории современной России началась в 1994 году на территории Чеченской республики. Более 5000 человек не вернулись с боёв. 18 тысяч получили ранения. 300 считаются пропавшими без вести. Митинг, посвященный памяти солдат и офицеров, погибших при исполнении долга перед Отечеством на территории Чечни, прошёл у памятника воинам-интернационалистам. Наш долг – помнить всех ребят. Пока память есть, они всегда с нами и они живы. Чеченская война закончилась 31 августа 1996-го. Но мира и спокойствия окончания конфликта не принесло. Похищения и убийства людей, громкие теракты на территории России в Волгодонске, Москве, Буйнакске продолжались. В 1999 году боевики попытались провести военную операцию в Дагестане. Это послужило поводом для начала новой Второй Чеченской войны. Память тех, кто честно и мужественно выполнил свой воинский долг, почти ли минутой молчания. Участвовали в спецоперациях и боевых действиях в Чечне около 150 саровчан. Семеро из них не вернулись с полей сражения. Большинству не было и 30 лет. Больно, когда уходят из жизни молодые ребята. Больно вдвойне, когда это происходит внутри страны. Они отдали жизнь за целостность России, за то, чтобы мы жили в мире внутри страны. Время все расставит на свои места, но мы их, конечно, не вернем. У нас основная сейчас задача, чтобы мы были достойны тех ребят, которые хотели жить. Но отдали жизнь за Россию. Участников боевых действий в Чечне наградили юбилейной медалью 25 лет боевым действием на Северном Кавказе. Получить консультацию специалистов различных сфер, оформить разрешительные документы, узнать о формах поддержки малого и среднего предпринимательства теперь можно в одном месте. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Центре поддержки предпринимательства открылось окно «Мой бизнес». Теперь Центр поддержки предпринимательства дает возможность прийти сюда за одним вопросом и решить второй вопрос. То есть он знает, что не нужно куда-то ехать дополнительно, объезжать город, записываться кому-то, еще непонятно, найти телефон, будет ли сотрудник на месте. Он точно знает, что еще придя сюда, он получит консультацию, допустим, по проверке. Окно «Мой бизнес» в Центре поддержки предпринимательства также дает возможность всем желающим получить консультацию по открытию собственного дела. Консультировать клиентов будут сотрудники Центра поддержки предпринимательства, Комитета по управлению муниципальным имуществом, Департамент экономического развития, Администрации Сарова, представители банков. Вообще самое главное – привлечь тот сегмент, который обслуживает бизнес, кто с ним очень тесно работает. Это и структуры, которые занимаются разными проверками, МЧС, Роспотребный налоговый. Хотим привлечь в Центр занятости, они тоже изъявили желание, будет здесь присутствовать. Пенсионный фонд обязательно, конечно, налоговая. График приема сформируют в ближайшее время. Записаться к специалистам окна «Мой бизнес» можно в Центре поддержки предпринимательства по телефону 99263. Все консультации бесплатные. Плохо освещенные перекрестки, тротуары и недостаток праздничной иллюминации. Поездка по улицам показала, что проблемы с освещением в городе есть. После реконструкции дорог Харитона и Семашка улица Ленина казалась особенно темной, хотя там тоже заменили обычные лампы на светодиодные. По улице Ленина мы замеры проводили, там тоже соответствует 10-15 люксов. Но это на нижней границе фактически допустимого. Здесь идет превышение где-то в 2-3 раза. Здесь порядка 40-60, бывает и до 80 люксов доходит. Но, естественно, освещенность другая, фактически как днем. Замена натриевых, люминесцентных и ртутных ламп на энергосберегающие идет по всей стране. За счет энергоэффективности и большого жизненного цикла переход на светодиоды сэкономит городскому бюджету до 70% от общих затрат на освещение. В Сарой предстоит заменить более 5000 уличных фонарей. С учетом того, что один светильник стоит примерно 20 тысяч рублей, менять будет поэтапно в течение нескольких лет. Окупаемость проекта уходит за габарит где-то 15 лет. На такие длительные сроки инвесторы, как правило, не идут. Здесь однозначно должны быть средства бюджета города. Понятно, что объем большой. Естественно, ежегодно мы определенную сумму на эти задачи должны выделять, чтобы у нас в плановом режиме происходила замена светодиодного, то есть обычных фонарей на светодиодные. Слабо освещенные перекрестки уже сейчас оборудуют дополнительными консолями, которые направляют на пешеходные переходы. Это увеличивает освещенность проблемных территорий, аварийность на этих участках должна снизиться. Также руководители города обратили внимание на недостаточное освещение дворов. С этой проблемой можно справиться при поддержке инициативных жителей и депутатов. На ней тоже работаем. Есть такая программа поддержки местных инициатив, которая реализуется губернатором. Мы активно в ней участвуем. В этом году тоже ряд проектов будет по городу направлен на освещение дворовых территорий. В преддверии Нового года затронули проблему недостатка на улице города праздничной иллюминации и призвали предпринимателей уделить больше внимания украшению гирляндами своих территорий. Мы должны сделать что-то, что сразу делает любое место нашего города однозначно узнаваемым. Чтобы мы, видя картинку, сразу понимали, это точно Саров, ни с чем не перепутаешь. В конце осенне-зимнего сезона по результатам мониторинга уличной дорожной сети в администрации планируют создать программу для улучшения освещения города. Переменчивая погода не дает расслабиться коммунальным службам. С начала недели управляющие компании усиленно устраняют во дворах последствия зимних осадков. Большинство домов в нашем городе обслуживает МУП «Центр ЖКХ». «Когда выпадает снег, во-первых, проходит за один раз трактор, чтобы был проезд. Во-вторых, очищаем первоочередные дорожки транзитные, по которым люди могут проходить. И подходы к подъездам». Специалисты занимаются расчисткой придомовых территорий с 7 утра, чтобы к тому моменту, когда жильцы пойдут на работу, коммунальщики успели убрать снежные завалы и посыпать наледи песком. По словам ведущего инженера по благоустройству МУП «Центр ЖКХ», снегоуборочной техники хватит, чтобы справиться с капризами природы. «В «Центре ЖКХ» более 25 единиц техники, плюс при форс-мажорных обстоятельствах мы привлекаем сторонние организации технику. То есть это и частники бывают у нас и для вывоза снега, и для чистки территории». Осложняют работу коммунальщиков неправильно припаркованные автомобили. Жильцы оставляют свои машины у подъездов, что затрудняет, а иногда делает невозможной механизированную уборку снежных масс. Расчисткой проезжей части и общественных территорий занимается дорожное эксплуатационное предприятие, в распоряжении которого более 50 единиц техники. Насколько управляющая компания и городские службы справляются со своими задачами, мы узнали у саровчан. «Когда выхожу из дома ближе к 10, уже все посыпет, особенно внутри двора». «Иногда вообще пройти невозможно. Думаешь, упадешь, вот-вот, видите, упало». «Уже чищает хорошо, но не всегда посыпано». «То есть проблемы с наледи, да?» «Скользко, да, скользко». «Все равно чистят, конечно. Чистят. Я могу пройти, видите, я с клюшкой прохожу». Сотрудники департамента городского хозяйства напоминают местным жителям, что парковка на улицах во время работ по уборке снега запрещена. Водителей, которые нарушат это правило, будут привлекать к административной ответственности. Посмотреть график уборки придомовых территорий и улиц можно на сайте городской администрации. На улице Рихарда Зорге в рамках нацпроекта образования продолжается строительство новой школы. Учебное заведение будет рассчитано на 600 учеников, оборудовано тремя спортивными залами. Во дворе планируется устроить пришкольный стадион. Также здание будет полностью оборудовано всем необходимым для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. Сделаны все земляные работы, сделан нулевой цикл. То есть это подготовка уже для того, чтобы на следующий год можно было начинать возведение стен и дальше идти. Нулевой цикл – это уже полностью готовый объем работ, позволяющий дальше возводить все стены и переходить к отделочным работам. Напомним, конкурс был разыгран в сентябре. Подрядчиком стала строительная компания ТСК. Она хорошо зарекомендовала себя, сдав дорогу на улице Симашко раньше срока. Строительство школы обойдется в 582 миллиона рублей. В этом году на возведение здания выделили 82 миллиона из областного бюджета. Когда подрядчик выполнил все запланированные работы с опережением графика, администрация обратилась в область с просьбой направить дополнительное финансирование в размере 20 миллионов, чтобы сдать школу раньше намеченного срока. В этом году мы выполнили на 102 миллиона объема работ. Работы все выполнены качественно, все выполнены в срок. И есть предпосылки, что и дальше все так же будет успешно двигаться. Работы по строительству новой школы будут продолжаться и зимой. В планах у подрядчика до Нового года закончить укладку фундамента и приступить к возведению стен. Проект рассчитан на три года, перенести уже на 2021 год. То есть, чтобы в зиму мы 2020-2021 года ушли уже, чтобы школа имела закрытый контур, чтобы было там отопление. И вот эти осенние, зимние месяцы можно было бы внутри школы проводить работу. Планируется, что в сентябре 2021 года ребята пойдут в новую школу. Канал 16 будет следить за развитием событий. Срок окончания работ по капитальному ремонту лифтов в 22-м доме по проспекту Музруково 16 декабря. В первом подъезде жильцы уже с начала месяца с комфортом поднимаются и спускаются с верхних этажей. Жители других подъездов вынуждены ходить по лестнице пешком, потому что там лифты не работают. Заказчик, подрядчик и контролирующий капремонт организации не пришли к единому мнению и не подписали акты приема выполненных работ. Нам сказали, что члены комиссии с нашего города, а именно Чекалдин, это ООО 3-16, не подписывает акт и не дает замечания. И отказывается подписать. И получается, что замечаний нет, как заявляют горьковские товарищи, нижегородские. А Чекалдин заявляет, что замечаний есть, а они их не реализуют. Жители дома добились проведения очередной комиссии, чтобы недостатки устранили до наступления новогодних праздников. Члены комиссии обследовали каждый лифт самым тщательным образом. Как нам по телефону пояснил руководитель подрядной организации, раньше все замечания поступали от треста номер 16 устно и оперативно устранялись. Но директор стройконтроля акты не подписывал. Нам ни разу еще не выдавали акт замечаний. То есть все замечания говорятся только на словах, а замечания такие, чтобы выдавать на бумаге, они не выдавались. Под напором жильцов члены комиссии работали 4 часа. Они поднимались в машинное отделение, осматривали кабины лифтов, оценивали внешние обрамления. Руководитель ООО «Трест» номер 16 отказался комментировать ситуацию с вводом в эксплуатацию лифтов. Как нам пояснили представители фирмы-заказчика Нижегородского фонда ремонта многоквартирных домов, по итогам работы комиссии выявлены незначительные недостатки, которые касались отделочных работ. Так как монтаж устройства произведен в соответствии с нормативами, то лифты решено запустить в тестовом режиме. Всю документацию передали управляющие компании для представления в Ростехнозор. Мальчик из Новосибирска съел конфету с никотином, после чего в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Таких роликов сети сотни. За последние полгода причиной серьезных отравлений школьников по всей стране стали снюсы. Раньше так назывался жевательный табак. Но производители никотиновых изделий освоили новую технологию. Теперь наркотическое вещество вводят в конфеты, мармелад и иные безобидные по внешнему виду продукты. Дети легко переступают границы дозволенного и начинают употреблять опасные для организма смеси. Содержание никотина в этих веществах в 5-6 раз превышает, в которые входят в сигареты. Вещество закладывается через полость рта. То есть никотин поступает быстро. Вообще минует легкие, минует альвеолы, попадает сразу в мозг. Никотиновые пакетики в шайбах, как их называют подростки, находятся в свободном доступе в табачных киосках и кальянах. Ограничить оборот снюсов полиция не может. Продукт не запрещен к продаже и даже не приравнивается к сигаретам. Хотя его воздействие на организм, как говорят врачи-наркологи, еще опаснее. Особенно, если это касается детей. Несформированная психика, несформирован вообще весь организм, сердечно-сосудистая система, которая еще растет. И когда удар такой дозой никотина получается, то исход самый неблагоприятный может развиваться. Это вплоть до учащенного такого сердцебиения, тахикардии, неконтролируемой, скажем так, которая приводит к остановке вообще сердечной деятельности. При всех побочных эффектах никотиновая смесь не попадает под запрет ни одного российского закона. Снюс не табачное изделие, а значит наказать за продажу несовершеннолетним сложно. В Сарове полицейские пытаются локально воздействовать на предпринимателей. Правоохранитель может составить протокол. Что за ним следует, решается в индивидуальном порядке. Мы установили в настоящее время все точки в городе, где продают снюсы. С индивидуальным предпринимателем проведена профилактическая работа на предмет того, чтобы о запрете или ограничении продажи данного категории товара, в том числе несовершеннолетним. Депутаты Госдумы уже рассматривают поправки в Кодекс об административных правонарушениях, о запрете продажи снюсы несовершеннолетним. В первую очередь, ответственность за употребление ребенком вредных веществ несут его родители. По словам нарколога, дети, которые растут в неблагополучной обстановке или ощущают психологическое давление в семье, больше всех подвержены пагубным привычкам. Особых мер предосторожности при использовании требуют пиротехнические изделия. Покупать их нужно в специальных магазинах и требовать от продавца лицензию на продажу. Так вы обезопасьте себя от приобретения контрафактных товаров. Инструкция по применению должна быть обязательно на русском языке. Запрещается использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности, хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательным прибором либо источник открытого огня, разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре, направлять пиротехнические изделия на людей, на животных, применять детям без присмотра родителей. Не только пиротехника требует соблюдение мер предосторожности. Украшать дом тоже нужно по всем правилам. Ёлка не должна загораживать проходы и расположить ее нужно подальше от нагревательных приборов. На ветке нельзя вешать легковоспламеняющиеся игрушки. Особое внимание стоит обратить на гирлянды. Перед тем, как повесить электрическую гирлянду, необходимо ее включить в розетку, проверить ее работоспособность. То есть необходимо также визуально ее проверить на целостность. Ее необходимо проверить, горят ли все лампочки, целостность обмотки жил электропроводки. То есть такие моменты. Только потом уже нужно ее устанавливать, развешивать на елку и подключать. Сотрудники МЧС напоминают, что перегружать электросеть не нужно. Это может привести к короткому замыканию и пожару. Если гирлянд несколько, то необходимо использовать удлинитель с кнопкой автоматического выключения. В случае, если произошло возгорание елки, ее необходимо уронить на пол, накрыть плотной тканью и обязательно вызвать пожарную охрану. Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности позволит сохранить жизнь и здоровье ваших близких. В этом году впервые глава города Александр Тихонов и члены Общественного молодежного совета встретились с активистами Городского союза старшеклассников «Статус», чтобы обсудить насущные проблемы школьников. К встрече ребята готовились заранее, провели собрание среди сверстников и запустили опрос в социальных сетях. Темы были самые разные. Возможность подработки после школы, освещение улиц и дворов, переполненность общественного транспорта. Но больше всего ребят волновал вопрос получения высшего образования. У нас в городе можно получить направление на обучение у щекистов, у МВД, у клинической больницы, насколько я знаю. Ну и в НЕФ это понятно тоже, целевое направление не дают. А направление из таких муниципальных структур, администрации, городская дума, получить нельзя. А очень хотелось бы. Думу не знаю, но в принципе администрации может давать такие направления. Во-первых, они даются по конкурсу, такие целевые направления в области. И там много свободных мест. В этом прошлом году по целевым направлениям, по целевым квотам, очень много, в том числе в ведущих вузах страны, осталось пустых мест. Также ребята говорили о том, что в городе нет мест, где можно провести свободное время, отдохнуть после школы и побыть с друзьями. Члены общественного молодежного совета предложили старшеклассникам посещать клубы по месту жительства Центра внешкольной работы. У нас есть такая зона прекрасная, игротека называется, где вы можете прийти, работать каждый день, кроме выходного, в воскресенье с 3 до 8. У нас там есть и теннис, и бильяр, и настойные игры. Беленая зона, там где у нас диванчики есть, пожалуйста, телевизор, вы можете приходить, общаться. Впечатление о встрече у активистов союза «Статус» осталось положительное. На многие вопросы они получили развернутые ответы. Я считаю, что встреча была очень продуктивной. Получили ответы на все вопросы, даже предположили решение некоторых вопросов. Я видела, что какие-то вопросы действительно уже не первый раз сдают, и на них уже ищут решение. Это могло бы обрадовать. А, например, были вопросы, которые оставили в стране и убедили нас их оставить в стране. Сразу найти решение всех проблем не удалось, но глава города и член общественного молодежного совета пообещали ребятам, что примут необходимые меры, чтобы ответить на все вопросы и просьбы ребят. В Сарове около 35% взрослого населения страдают гипертонической болезнью, то есть практически постоянно. Их артериальное давление выше 140 на 90 мм рт. ст. При этом люди могут не догадываться, что больные, как правило, симптомы долго не проявляются. На протяжении многих лет повышенное артериальное давление пациентами никак не ощущается, и организм адаптируется к повышенным цифрам давления. И, как правило, уже когда возникает инсульт и инфаркт, пациент узнает, что у него было повышенное давление. Гипертонию важно выявить на ранней стадии, когда еще можно изменить образ жизни пациента и назначить базисную терапию, которую он должен принимать на протяжении всей жизни. Это поможет снизить давление и предотвратить инфаркт и инсульты. Основными факторами риска любого сердечно-сосудистого заболевания, а в первую очередь гипертония, является малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, стрессовые ситуации. Естественно, большой вклад в профилактику и в том числе и лечение является коррекцией факторов риска. Для выявления гипертонии в поликлинике номер 2 открыт Центр здоровья, куда может совершенно бесплатно обратиться любой совершеннолетний житель города. Специалисты обследуют пациента, проконсультируют и дадут рекомендации. Записаться на прием в Центр здоровья во второй поликлинике саровчане могут по телефону 952-45. Кроме того, врачи советуют горожанам проходить диспансеризацию. Диспансеризация – это тоже профилактическое направление, в том числе и для выявления, в первую очередь, сердечно-сосудистых заболеваний. Диспансеризацию может пройти любой работающий и неработающий пациент, начиная с 18 лет. Если до 39 лет – это раз в три года, а с 40 лет – ежегодно. Диспансеризацию надо проходить в поликлинике по месту прикрепления. При этом граждане имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года, а работники предпенсионного возраста на два рабочих дня один раз в год. Их средний заработок сохраняется. Саровский политехнический техникум традиционно готовит к чемпионату студентов по разным компетенциям. В этом году в направлении электромонтаж победителем стал Дмитрий Матвеев. Молодой человек – один из немногих, кто владеет программой КНХ – системой управления «Умный дом». Такие площадки, как WorldSkills, помогают студентам проявить себя, чтобы будущие работодатели заинтересовались кандидатом. Протокол КНХ позволяет связать множество устройств в одну систему. И с этой системой можно управлять, например, целым домом. Сложность этого оборудования заключается в том, что это новая технология, она достаточно дорогостоящая. Например, на конкурсе у нас один стенд стоит порядка 400 тысяч. Блестяще проявить себя удалось еще одному студенту политехнического техникума. В компетенции обработка листового металла Дмитрий Чепегин занял третье место. Он кропотливо готовился к испытаниям с научным руководителем Игорем Савиным. По условиям чемпионата второкурснику нужно было сконструировать самолет Ан-2, нарисовать чертежи, изготовить детали и собрать кукурузник. На выполнение задания участник потратил 16 часов. Во-первых, нужно правильно положить лист металла, чтобы все можно было разметить. Потом нужно с болгаркой очень долго работать, то есть буквально вот ведешь, ведешь, и спина очень сильно уставала. Готовый самолет уже проверяли все эксперты, там были даны основные размеры, которые они проверяли, высота самолета, ширина, радиусы. Дмитрий Матвеев теперь готовится к выступлению на всероссийском этапе чемпионата в составе региональной сборной. Участие в WorldSkills это хорошая возможность для студентов среднего профессионального образования оценить себя и свои профессиональные навыки, получить опыт работы с дорогостоящим оборудованием. Песня из культового сериала 2000-х годов «Бандитский Псербург» принесла Виктору Новику долгожданную победу в международном конкурсе культуры и творчества. Он стал лауреатом первой степени и получил специальный диплом за глубину и проникновенность исполнения. Понравилось жюри, что он пел очень душевно, что каждая фразочка, как жюри сказал, это мурашки по коже были, что они были просто в восторге от его исполнения. Виктор шел к победе в вокальном конкурсе несколько лет. Большой вклад в развитие его способностей внесла руководитель студии «Аллегра» Ольга Петроускени. Она занимается с ним по программе для людей с ограниченными возможностями здоровья, музыка, без границ. Виктор отмечает, что работать над песней было легко, поэтому в победе он не сомневался. Потому что у меня была тональность нормальная и рисовалось чувство. Солисты вокальной студии «Аллегра» на международном конкурсе в Нижнем Новгороде стали обладателями 12 наград. Алексей Федин занял на этом фестивале второе место. Юный вокалист исполнил на конкурсе три песни. Легче всего далась песня «Небо славян», а сложнее всего было петь песню «Я ангелом летал». Но все получилось и занял вариант со второй степени. Для подопечных Ольги Петроускене фестиваль «Кит» это лишь одна из ступеней на вершину музыкального «Олимпа». Впереди у них много конкурсов и выступлений в родном городе. Так что занятия вокалом и репетиции перед концертами идут друг за другом. До зимних каникул еще больше недели, а подготовка к ним в библиотеке имени Пушкина уже началась. Сотрудники оформляют тематические книжные выставки, готовят реквизит, украшают залы. Начнется новогодняя программа 31 декабря. В течение дня сотрудники библиотеки будут делать с детьми от 6 лет и старше артбуки. Вообще артбуки хороши и интересны тем, что позволяют запомнить какую-то полезную информацию, победить страх против каких-то творческих препятствий, то есть против страха белой бумаги, белого чистого листа, помогают начать творить и почувствовать себя настоящим художником. 2 января библиотека приглашает саровчан на театрализованные представления и мечты в новогоднюю ночь, а 3 января пройдет игровая встреча «Ка бы не было зимы». Хочется сказать, что эта встреча будет виртуальным путешествием одновременно и в книжку Успенского, Эдуарда Успенского, посвященная деревне Простоквашино, и одновременно будет путешествие еще и краеведческое, потому что, оказывается, в Нижегородской области есть самая настоящая, реальная, а не книжная деревня Простоквашино. 4 января библиотеке будет работать творческая мастерская, украшение в стиле хендмейт. Эта встреча будет посвящена истории новогодней игрушки. Пушкинка подготовила сюрпризы для взрослых посетителей. 6 января соровчанам 12 лет ждут на лекцию «Имидж плюс этикет». В этот же день библиотеке пройдет традиционный рождественский концерт с участием воспитанников детской школы искусств. Называется эта программа «Новый год шагает по планете». Вот о разных традициях празднования Нового года мы поговорим в связи с музыкой, с творчеством. Поговорим, споем хорошие песни и послушаем хорошее исполнение. 8 января в библиотеке пройдут рождественские посиделки. Подробнее с программой «Каникул», где указан возрастной цен с каждого мероприятия, можно познакомиться на сайте детской библиотеки. Продолжается чемпионат в Нижегородской области высшей хокейной лиге среди мужских команд. Хоккейный клуб «Саров» на своем льду принял команду из «Вачи». На первых минутах игры саровчане распечатали ворота соперников. Но буквально через несколько секунд хоккеисты из «Вачи» отправили в наши ворота ответную шайбу. А после и еще две. На перерыв команды ушли со счетом 1-3. Опыта не хватает еще. Ну и мастерство подтянутся. Там все нормально будет. Впечатление такое, что команда физически «Саров» не готова к первенству области. Вот один период и то уже не в силах они продержатся. А во втором, я думаю, будет еще хуже. То есть где-то сегодня 10 штук получат. Мало опыта у наших малых ребятишек. Особенно 73 номер. Он не знает даже, что ему делать на площадке. Стоит на поле и смотрит по весу того, чтобы играть. Ну а так, в принципе, как говорится, по синьке шапка. Во втором периоде хоккеисты обменялись шайбами. А в третьем саровские спортсмены взяли инициативу в свои руки и смогли забить ворота «Спарта» сразу два гола, получив в ответ один. В надежде спасти матч в конце третьего игрового отрезка наши хоккеисты все силы кинули на атаку и сняли вратаря. В результате спортсмены из «Ватчи» загнали шайбу в пустые ворота. Итог матча 4-6. Хорошая игра, хороший соперник. Ребята вырезали борьбу. Мы где-то провалились. Удаление тут маленько нас сломали. Так, в принципе, очень хорошая игра. Тренер хоккейной команды «Саров» Сергей Макеевичев игрой своих подопечных недоволен. Проиграли, по его мнению, из-за несобранности спортсменов. Очень много моментов. Где-то не прет, просто не прет. Вышли, вроде, все нормально, повели, где-то сами. Очень плохо играем в обороне, еще раз отмечу, очень плохо. Но где-то в перерыве пришлось подкрикнуть в очередной раз. Где-то встрепенулись, что-то начало получаться. Но столько играть большинство и не забить, это проблема. Сегодня хоккейный клуб «Саров» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нижегородской области высшей хоккейной лиги. Браз, дельфин, бутерфляй, кроль на спине и кроль на груди. На Кубке города по плаванию спортсмены продемонстрировали все стили. Разрезая водную гладь, свое мастерство показали новички и опытные участники соревнований. Программа разнообразная, то есть мы хорошие. Соревнования проводим очень много, поэтому некоторые наплавались. И плюс они почти каждый месяц кто-то куда-то выезжает. В 14-м открытом Кубке города по плаванию участвовали команды «Дюз Шикара» и «Юниор», спортивного клуба «Атом», «ВНИЭФ», «Молодежного центра» и «Ветеранов». Диана Карташова из спортивного клуба «Атом» преодолела бутерфляем дистанцию в 50 метров за 35,7 секунд. Девушка показала лучший результат среди конкуренток. С пяти лет Диана профессионально занималась плаванием. В какой-то момент сделала перерыв. Но отказаться от спорта не получилось. Тянула в бассейн, и создался клуб наш спортивный. И вот сейчас мы занимаемся уже для себя. Соревнования для нас, ну для меня лично, какой-то побит со своих каких-то уже достижений, лучших результатов. В заплывах главная задача каждого спортсмена прийти к финишу первым. Участники преодолевали дистанции в 50, 100 и 200 метров без возрастных категорий. После индивидуальных зачетов команды поборолись друг с другом в эстафетах. У нас эстафеты 4 по 50 метров вольный стиль и 4 по 50 метров комбинированные будет. И еще 4 по 50 метров вольный стиль это микс смешанная два мальчика и две девочки. И 4 по 50 метров комбинированные тоже два мальчика и две девочки. Кубок города для саровских спортсменов подготовительный этап перед региональными соревнованиями в Пензе и Нижнем Новгороде.